МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В автомобиле полицейские обнаружили 60 полимерных свертков с героином. Запрещенное вещество предназначалось для сбыта через тайники-закладки на территории Твери. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит провести в неволе до 20 лет. Ведется следствие, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Город Бежицк. В рамках пресс-тура по исправительным учреждениям области знакомимся с участком, функционирующим как исправительный центр при исправительной колонии номер 6. Сейчас здесь отбывают наказание 35 осужденных. Напомним, основная функция исправительного центра – трудоустройство осужденных. Принудительные работы назначаются на срок до 5 лет как альтернатива лишению свободы. Пребывание в исправительном центре может быть не только наказанием, назначенным судом, но и мерой поощрения тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях. В таких центрах осужденные, с одной стороны, минимально ограничены в общегражданских правах. Им, например, можно пользоваться мобильной связью и видеться с родственниками. С другой, они постоянно находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. Как и в других УФИЦ области, здесь, в Бежицке, все осужденные трудоустроены на предприятиях муниципального округа. Наши подопечники, так сказать, показывают себя с хорошей стороны. Нарушений никаких на работе не допускают, поэтому хвалят их. Многие хотят работать с нами, но на данный момент у нас не хватает столько физических сил работников. Труд осужденных достойно оплачивается. Условия проживания, как видите, тоже самые достойные. Коммунальные услуги и питание оплачиваются из средств осужденного. На сегодняшний день в регионе работают три изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. Руководство ФСИН совместно с правительством Тверской области в этом году планирует ввести в эксплуатацию еще один участок в поселке Зеленый Торжокского района. Редактор субтитров А.Семкин